Меня удивляет этот человек, который был высшим руководителем Советского Союза и пытался демократизировать Советский Союз и начать подход к рыночной экономике в Советском Союзе и как бы стать другом в мире всех государств, наверное, с недопониманием, хотя советников у него же хватало, толковых людей, с недопониманием стратегических постулатов внешнеполитических, что Соединенные Штаты Америки – это наш противник стратегический, легкость в подходах внешней политики. То же самое в экономике. И он, строя рыночные подходы в Советском Союзе, сдает часть рынка, убирается, уходит в рынок Европы. Экономика Советской Союзе сразу процент на 20-30 проседает. Нету сбыта. Власть-то ведь дается человеку не для того, чтобы в стране происходили безобразия, закончившиеся развалом Советского Союза, а власть дает для того, чтобы страной руководили, чтобы страну направляли, чтобы страну удерживали от потрясений. Это же оглушительно слабые руководители. Поэтому я просто неуважаю Михаил Савченко. Жалко того времени, жалко многих погубленных жизней, которые и сейчас продолжают теряться в жизни гибнуть. Это же все отголоски распада Советского Союза. Плюсы те, что он дал определенную свободу, которой в СССР раньше до него не было. Я думаю, вот в этом плюсы. Ну а минусы, это то, что всем известно, это тот развал экономики, а в конечном итоге страны, который произошел. Сначала его восприняли как такую свежую струю, потому что, ну те, кто старше помнят, были очень старые генеральные секретари, Брежнев, Андропов, Черненко. Они все по очереди умирали. И там, начиная с 1982 года, были одни сплошные похороны. А потом пришел человек молодой, ему было 54 года. Он общался, разговаривал с людьми. Как-то все это было так очень открыто, динамично. И поначалу, конечно, восприняли положительно, но потом отношение стало меняться достаточно быстро. Он начал перестройку. Он, по всей видимости, хотел сделать хорошо, но получилось то, что получилось. Он мечтал перестроить страну, взяв из Советского Союза все лучшее, но добавив рыночные реформы, демократию и частную инициативу. И если взглянуть на сегодняшний день, не этого ли хотит и современное российское правительство. Он принял и подписал закон об общественных объединениях. И это дало настоящий бум развитию некоммерческого сектора, общественным организациям. Их сегодня в Алтайском крае более двух с половиной тысяч. Дал новый импульс многопартийности. Российскому обществу нужно избавляться от того, что кто-то виноват. Прежде всего, в тех переменах нуждалось общество. Дефицит, очереди. А какое пьянство? Но общество хотело очень быстрых перемен. Но так не бывает. Огромная инертная страна. Он привил демократию, начал прививать рыночные реформы, частную инициативу. Но эти же перемены его и поглотили. Продолжение следует...